Друзья, приветствую вас на канале Пробуждающий мир, на канале сказок, домыслов, вымыслов и фантастических историй. На этом канале я никогда не противоречу никакой официальной информации. На этом канале я всегда поддерживаю любую официальную информацию и вообще не сообщаю никакой информации, потому что это канал домыслов, вымыслов, сказок и фантастических историй. Календарь у нас показывает 19.07.2022 года. День уже так существенно начинает сокращаться, лето приближается к концу, половина перевалила, скоро в свои права начнет вступать осень, а за окошком продолжается печальная трататуха. Это все не очень радостные вести. Осень для меня радостная весть, я люблю осень, несмотря на то, что она как бы несет в себе такую глубинную печаль души и какую-то бесконечную такую усталость человечества, тем не менее я люблю эту пору. Когда идет дождь, ветер, летят листья, хорошо находиться именно на природе, в тихом месте. Обычно это какая-то такая сельская местность. Где-то даже можно присесть возле какого-то дерева или возле каких-то камней. И вот дождик тебя медленный такой мочит твою куртку, руки, лицо. И ты как-то вот пропитываешься этим ветром, природой. Особенно когда прилетают вороны над тобой, где-то курлычат журавли. Прям очень такое хорошее настроение. Ты погружаешься в глубину всего мира. Ну по крайней мере у меня это именно так. И получается особая бесконечной глубины медитация. Даже нельзя это как-то объяснить. И ты вроде как здесь на земле и в аватаре. А сам где-то находится очень-очень далеко. Но настолько далеко от этого мира, что даже таких расстояний нельзя измерить. Это даже не за 3-9 земель, а намного-много дальше. Ну по крайней мере у меня такие состояния. Но я таких состояния никогда не хандрю. То есть я там не вхожу в какую-то безудержную долгую печаль. Или депрессию. Или там еще что-то. Нет, это вот такие настроения, например, одного дня. Пасмурное такое тучное небо с низкими такими тучами. Они такие как глыбы огромные. Дождик моросит. Вороны каркают. Ветер, листья. Ну это наверное ближе вот все-таки к ноябрьской как-то погоде. Хотя бывают дни разные. Иногда я такую погоду люблю созерцать на реке. Мелкий дождь капает на реку. Но тоже река должна быть определенной. Там есть у меня особое такое место. Оно как бы пропитано особой энергетикой. Может быть из-за того, что река находится в таком большом как бы углублении. Там некие или карьеры, или это естественное образование. И видать может близость к земле, к более глубоким ее слоям тоже дает какие-то такие энергетические потоки. Но есть такие интересные места на земле. Я бы очень многие хотел поехать. Очень многие бы хотел побывать. Но на сегодняшний день конкретно вот идет трататуха. Крайне все это печально. И вообще не то, что так какой-то там материальной возможности. Тут нет даже физической возможности. Потому что, как вы знаете, в Педрушка Лэнди никого никуда не выпускают. Я часто думаю над этим вопросом. Несколько уже роликов по этому поводу делал. Вот вчера вечерком я тоже размышлял по поводу этой темы. И пришел еще к одному такому интересному выводу. Вот смотрите. То, что Педрушка сейчас никого не выпускает за границу. Это все совершенно понятно. Но почему он делает? Потому что у него приказ делать томатный сок. И второй момент. Если бы он начал выпускать. Я уже рассказывал. Многие возвращались бы. Начали бы какой-то там бизнес делать. Какие-то товары тут на приграничной территории возить в западную. И тут пока особо так часто не прилетает. Как в южных регионах. Но люди могли как-то начинать что-то возрождать. А это дает надежду. То есть надежду на возрождение. Там какой-то кто-то бизнес новый мог, например, запустить. Да, там помогать как-то людям. С этого может что-то тоже немножко как-то иметь. Но это символично. Но тем не менее человек был при деле. Он бы как бы испытывал такой, ну настоящий, можно сказать, в нем некий патриотизм. Ну, чтобы было понятно. Не знаю, как по-другому объяснить. И получается, что появляется надежда. А если ты даешь надежду, то такой народ сломите лесной сказочный очень-очень сложно. Ну, практически нереально. Поэтому нужно надежду забрать. Вот был такой фильм, называется Катакомбы Парижа. Кто не видел, посмотрите. И они там, когда в ад входят, там висит табличка. Оставь надежду всяк сюда входящий. И вот основная задача Педрушки на сегодняшний день со всем его бесовским кодлом, а там исключительно бесовское кодло, все до одного. Их задача, чтобы все лесные жители Педрушка Лэнди вошли в состояние оставить надежду всяк сюда входящий. Либо всяк сюда приезжающий. Более того, я вот позвонил, был барышням. И барышни мне сообщили такую интересную информацию. Говорят, сказочник, ты знаешь, тут вроде такой прикол, еще не точно. Сейчас они там еще в посольство обратятся, узнают. Ну, на 99,9 вроде как точно. Значит, они, например, хотят там на недельку вернуться в приграничную территорию Педрушка Лэнди, там из Польши, либо из Чехии. Встретиться со своими мужьями. Ну, потому что очень давно их уже не видели, и дети там пососкучивались. Все это понятно. А тут товарищи поляки сделали добро. Ну, придерживаясь новой концепции Педрушки, оставь надежду всяк сюда входящий. Они говорят, а вы знаете, у нас тут новый такой волшебный закон, все для вашего блага называется. Если вы вдруг границу пересекли, хоть на денек, хоть на часик, то мы вам потом въезд сюда уже закрываем, вы вернуться не можете. Ну, потому что раз вы вернулись, значит, вам не страшно. Ну, то есть, вы недостаточно боитесь Педрушка Лэнди, что смогли туда вернуться. И тогда зачем нам вас сюда пускать, на вас тратить гульдины? Мы уже как бы показали, типа, что мы очень добрые. Ну, на камеру показали, чтобы все поверили. А теперь мы возвращаемся в Махнарылы и в естественную свою среду обитания. Ну, и вот товарищи поляки, так сказать, во главе царя об этом и заявляют. Если ты вдруг на часочек пересек, там увидел себя с близким человеком, то все, кино закончено, оставляйся в Педрушка Лэнди. А почему же такой интересный закон появляется? Ну, появляется он потому, что, во-первых, сюда прилежал царь Польши. Они с Педрушкой очень сильно лапзались, там обнимались. Ну, все, наверное, видели. Прямо это на камеру было, в прямой трансляции, в записи можно посмотреть. И как раз они тогда с Педрушкой и обменялись позицией. Оставь надежду всяк сюда входящий. Педрушка говорит, я их буду здесь сжать. Говорит, сжать я их буду непросто. Смотри, во-первых, мы, говорит, зажарим тут нормальные помидоры. Сока надавим, все как положено. Я закрою границы, будем давить сколько можем. Говорит, но это не основная причина. Говорит, я тут перетер с бесами. Они говорят, что тут еще есть одна такая тема. Говорит, никого не выпускай, потому что надо максимально ослабить кедры, чтобы мы потом этот тортик забрали очень легко. Поэтому, говорит, у меня теперь две задачи. Но Педрушка говорит, первое, наделать томатного сока как можно больше. И чтобы этот томатный сок принес еще дополнительную пользу, максимальное ослабление кедровых рощ. Ну и Педрушка сообщил о том, что по данным бабок Шипотух, в основном там из каких-то британских лесных рощ, ему сообщили, что трататушки кедровые в общей своей массе на сегодняшний день утратили потенциала трататушничества на 30%. Это, ну сколько, вот за полгода, грубо говоря, трататухи. Там пять месяцев, но там чуть раньше было началось. Вояк на самом деле... Кстати, такой момент тоже интересный. Вы знаете, что в Педрушка-Лэнде пластмассовых оловянных солдатиков еще до начала трататухи, где-то примерно за месяц, всех позабирали с домов. Я уже немножечко там дзиндзелин сделал, все, как говорится, с оловьям-разбойникам. Они пророчирикали, что так оно все есть. То есть Педрушка минимум за месяц на 100% знал, что уже это вообще неизбежно, и формировал уже трататушечные такие пластмассовые оловянные игрушечные отряды. Ну, для игры в пластмассовых солдатиков, из наборов там всяких. Но при этом он не сообщил никому, ни жителям лесного сказочного Мариуполя, не тем районом, что с их стороны все это начнется, и там сотворится печальная печаль. То есть он знал, молчал, собирал отрядики, а сам смотрел, как там сотворяется помидорный сок. Ну, то есть видно, что задача у бесов общая. Бункер на сегодняшний день, по моему личному неправильному мнению, является также участником всей этой заварухи. Его задача является, хоть это, ну, многие практически никто не согласится, конечно, но это мое личное абсолютно-абсолютно неправильное мнение. Он является участником этого процесса. Его задача также максимально ослабить кедры. Ну, чтобы, как говорится, славянские народы пришли в состояние «оставь надежду всяк сюда входящий». При этом нужно создавать такой имидж великого, как бы, борца. Но при этом этнос, так сказать, сказочных лесных жителей будет неумолимо угасать. И он угасает. Состояние финансовое, так сказать, будет угасать просто непомерно. Оно угасает. И интеллектуально, так сказать, промышленный потенциал нескончаемо просто угас. Там вообще, вы даже знаете, наверное, по машинкам, что там не ставят подушки безопасности, не хватает, не ставят нормальные тормоза, потому что их нет. Системы АБС не ставят. Ну, очень-очень многого. Ну, такое состояние этих бибик, которые сейчас вот в кедрах начали делать, что их запретили даже в другие страны вообще категорически продавать и передвигаться, потому что они несут угрозу, как бы, режиму потения других лесных жителей. То есть, огромный этнос вот всех славянских сказочных лесных жителей подвергает угасанию. С этой стороны его подвергает угасанию Педрушка, который является абсолютно бегудюшным товарищем. И, как вы видите, с годами его хрясало превращается даже в некий вид вот анекдотичного того бегудюшного товарища, как когда-то, знаете, там большой такой шнобель, такой вот хрясало печально, его такой гнусный вечно. Вы же заметили, когда он ведет различные там выступления, он всегда такой печально-печально. Его же для этого и выбрали. Педрушка хороший актер, но есть такой талант. Он выступал там на сцене, скакал, бегал, фокусы-покусы, показывал, как и положено клоуну. Ну, и по итогу его из-за этого и взяли, потому что он как хороший актер, как Джим Керри, который тоже исполняет интересные там роли в Бидоностании, так и здесь Педрушку взяли то же самое. Решили сделать, так зеркально отобразить. Говорит, мы же все равно 51-й штат Бидоностании. Говорит, давай как в Бидоностании, там у нас Керри, а тут будешь ты, Педрушка, веселый, смешной клоун. И сделали его царем. Ну, и Педрушкина задача каждый день выступать с печальнейшим-печальнейшим таким хрясалом. Если вы выступление увидите, оно всегда такое гнусное, такое бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Ну, видно, может у него гайморит, полный рот соплей, и он говорить не может, ну, давится. И, в общем, получается так вещает в таком вот режиме. Ну, такая вот у них интересная задумка. Ну, а Кедровый в это время берет свой тоже этнос славянский, он тоже некий такой интересный товарищ, и гонит сюда их. Говорит, давайте бежите. Тут тоже, говорит, такая поляна хорошая. Мы, говорит, решили из Педрушка-Лэнди сделать, знаете, некий такой, как вам сказать, помидорное поле. Вот засадили там очень много помидоров, говорит, и пришло время. Вот осень настает, говорит, надо помидоры обрабатывать в томатный сок. Говорит, и мы достигнем тогда две цели. Во-первых, переработаем Педрушка-Лэндию, ну, так сказать, под новую постройку, чтобы все было чистенько, никаких претензий. Ну, как знаете, есть такая старая, смешная, веселая, черная поговорка. Нету тела, нету дела. Я немножко продолжу ее, разовью и скажу, нету тела, нету претензий, ни на холупы, ни на компенсации, вообще ни на что претензий нет. Поэтому задача Педрушки, так сказать, стройплощадку максимально очистить. В предыдущих роликах я рассказывал, задача второго товарища, который также участвует в этой стройке, загонять каток и все заравню. То есть, Педрушка как бы выбирает территорию, которую очищать, приезжает бункерный на своем катке и ровняет все под ноль. Зачищает, ну, чтоб ровная площадка, я имею в виду, было под строительство, что там залить новый бетон и построить новые сказочные лесные гнезда. Каждый день, если вы читаете все комментарии с разных регионов Педрушка-Лэнди, лесные жители пишут мне письма. Ну, в комментариях пишут и также в комментариях очень много пишут и даже есть целые письма приходят на электронную почту. Вот на этой неделе, может, на следующее я разберу ваши письма. Там их тоже очень много на почту пришло. И они говорят, сказочник, ты знаешь, изо дня в день такое присылают. Вот я там-то и там-то живу. У нас тут есть новое строительство. Я вчера про это рассказывал. Вот сегодня опять письмо прислали с другого уже региона. Говорит, строят огромнейшие, просто, ну, реальные такие, говорит, апартаменты, говорит, там зашли, ну, договорились как-то, может, с местными посидели, пирожок поели. Говорит, 150, 200, 300, говорит, квадратом квартира. Говорит, очень такие интересные гнезда строят. Говорит, целые такие микрорайоны, говорит. Но по мерзости запустения, говорит, смотрим, ни разу не видели, что про такое вещали. Говорит, а я там живу, идет такое строительство. Говорит, не поверишь, ни одна, говорит, туда конфетка не прилетела, ни один там ни Кедровый, ни Педрушка-Лэнский товарищи рядом, как говорится, не пробегал. Это некие такие оазисы в пустыне. Знаете, вокруг полный Армагеддон, а это вот оазисы, куда ни от того, ни от другого, ни конфета случайно не упадет, ни заяц не пробежит, ни баранчик не проскачет. Полная тишина, там ведет себе работа. Такие вот интересные оазисы. Странное такое явление. Напоминает такое, знаете, как сели, немножечко на лавочке посидели, там порешали вопросики, чуть-чуть договорились, обменялись сказочными лесными координатами, где в селе лучше сидеть на лавочке, лускать семечки, что птички сверху, голуби, как в песне Сектор Газа, голубь, голубь, а-а-а, прямо сверху, а-а-а. Ну и что прямо сверху, а-а-а. Не произошло, они на лавочке с педрушкой бункерной, и педрушка посидели, и обменялись некими там данными, где какие лавочки такие спокойные находятся, где как раз сейчас можно все это делать. Ну и там разнарядочка пришла, инструменты завезли, материалы завезли. Я, кстати, недавно, помните, в одном ролике говорю, вот очень странно, я вспоминал блокадный Ленинград некий, и представьте, на некие территории, педрушка лэнди, на которых находятся спасители, которые там все прям захватили в полный ноль, ну это действительно так, я туда сам уходил, но сейчас оттуда разрешили привозить пенсии. Ну, а вместе с пенсиями, наверное, немножечко там, если хороший какой-то регион, могут привозить какие-нибудь строительные там материалы, ну если ничего не работает, ну просто такое совпадение. Ну вот, я уже рассказывал, еще раз повторюсь, представьте, блокадный сказочный лесной Ленинград, все, товарищи с усиками все это заблокировали, всех там в печаль загоняют, а тут едет такая машинка, и говорит, а мы вот туда, говорит, в Ленинград пенсии, ням-нямку везем, строительные материалы, ну чтобы там было лучше, они, да, а, ну проезжайте, проезжайте, они проехали, разгрузились, там всех покормили, материалы строительные отдали, пенсия отдали, потом выезжают, говорит, все, блокируйте дальше, продолжайте вашу блокаду. Ну вот примерно то же самое сейчас происходит в сказочной лесной Педрушко-Ленде, все захватили, а туда приезжают, привозят там наличку Педрушко-Ленскую, ну очень такое интересное, настоящая-то разотуха, никто ни с кем, конечно же, здесь никоим образом не мог договориться, просто вот все вот эти оловянные пластмассовые солдатики, они добрые, и друг друга понимают, видят, едет там вот какая-то бибика, о, пенсию, наверное, везет, не будем ее трогать, гульдинами, наверное, доверху набитая, зачем они нам надо, мы лучше вот за зарплату тут постоим, там культябками, так сказать, пораскинем в разные районы, а зачем нам эту машину полную набитую гульдинами забирать, пусть лучше, вот педрушка лэнд сама дадут, мы очень добрые, и мы поэтому не будем ее трогать, ну, так это выглядит, ну, по мерзости запустения, конечно же, такое забывают показать, поэтому все очень интересно, то есть, здесь много целей, понятно, почему закрываются границы, вообще, когда типа трататуха начинается во многих регионах, лесных массивах, сделано так, что типа нельзя в это время никуда разбегаться, дело в том, что некие фермеры просто проводят селекцию, знаете, вдруг там на ферме слишком много баранов стало, и сена мало, или много, ну, не хочется просто, чтобы столько было баранов на ферме, они говорят, ну, хватит уже, оставим необходимое количество, так, на праздники, на первомайские, как Педрушка сказал, первого мая, поедете все на шашлыки, ну, забыл сказать, что в каком качестве, имелось в виду в качестве шашлыка, ну, что, что, собственно говоря, он своими руками, точнее, копытами и рогами, все сделал, потому что, как минимум за месяц, я уже рассказал, прекрасно все знал, и формировал отряды оловянных пластмассовых солдатиков, ну, такой вот добрый, добрейшей души, черт, ну, такая вот интересная ситуация у нас, возникла в Педрушка Лэнде, поэтому, более еще она интересная, тем, что в первый же день трататухи, сейчас я, друзья, тоже посербаю водички, а то присело что-то, что-то последние пару неделек, как-то голос у меня так приседает, постоянно говорю, наверное, из-за того, что много в помещении нахожусь, если по уличке гулял, наверное, как-то обмен веществ, и все-таки есть такие некие последствия для аватара, так вот, в первые дни Педрушка Лэндской трататухи, Педрушка сразу, только она первая там где-то конфета прилетела, какая-то, все, пацаны, говорит, давайте меня на мир за запустение, сразу всем лесным жителям, это будет 8-10 лет, как так, ну, представьте, вы супер-пупер вообще эксперт в этих трататухах, и вот первая конфета прилетает, и вы со старта, это будет 8-10 лет, как вообще, к такому выводу можно прийти в первые дни начала тартатухи, он говорит, чтоб там все, в общем, наши территории вернуть, там еще толком были, ничего не успели забрать, он уже говорит, 8-10 год понадобится, так, так, если у тебя все есть, ты там за день туда отправил, ковров всяких, там, конфет, за день там все, как бы и освободилось, либо сравнялось там под ноль, то есть, дело одного дня, если так же жестко, грубо говоря, подходить, но у педрушки в разнарядке было написано 8-10 лет, я в эти дни думал над этим, много думал над этими сроками, потом тоже пришел к интересному выводу, ну, во-первых, у них нет столько времени, 8-10 лет, потому что нужно все делать быстрее, я даже видел там два кудрявых товарища, знатных, они когда там случайно видать попали на пленочку, они там ругались между собой, один старенький другому говорит, ты что-то, говорит, плохо вы работаете, я тут представляет очень большие организации, любители бегутей, говорит, Машеах уже должен был прибыть, а вы плохо работаете, и поэтому он не прибыл, говорит, надо все ускорять, будем браться сами, ну, и вот они взялись, потом тут появились царями, везде начали вставать, так сказать, родичи, товарищи, которые любят бегутей, ну, у нас тут до этого был там шоколадный глаз, потом педрушка, совпадение в эпоху совпадений, сейчас, наверное, опять будет шоколадный глаз, ну, посмотрим, как дело пойдет, и скорее всего, 8-10 лет, это не, как бы, так вам выразиться, не полноценная такая трататуха, как педрушка, ну, сказал, чтобы все поняли, 8-10 лет, это скорее всего, имеется в виду, конечный строк завершения строительства нового, так называемого, некого Иерусалима, ну, я так вот выражусь, ну, просто так городок решили назвать, то есть, действительно, началось великое строительство, завозятся материалы, есть определенные регионы, где никто никуда конфеты не отправляет, там идет великое строительство, и видать, по этому плану, который дали педрушки, прорабы посидели, посчитали, что 8-10 лет необходимо для того, чтобы здесь все перестроить, то есть, за первый год-два они должны хорошо поработать, то есть, бункер должен нормально пройтись здесь катком, педрушка должен убрать вопросы тем, кому каток не нравится, чтобы не было претензий, а где мое старенькое гнездо, где мой старенький гнилой дуб, где мой лесной сказочный там барак, ну, и прочее, прочее, то есть, не должно быть, так сказать, ни тех, кто претензии предъявляет, ни тех мест, где они обитали, потому что там нужно загонять каток и выполнять план прораба на 8-10 лет все отстроить, поэтому будут переносить, например, сейчас там строят, здесь трататуху закинули, там что-то отстроили, закончилось, давай теперь туда переноси, там немножко доработаем, нужно досвободить территорию, а тут уже вы освободили, мы пока здесь подстроим, так, подстроили, все, теперь в этот регион, давай тут смотри, сколько всяких чирикать или на дубе живет, нужно здесь дубы покорчевать, все поравнять, кусты повырывать, они раз туда перекинули, то ой, там наступают пластмассовые оловянные солдатики, прорвались в этот регион все, ой-ой-ой-ой, сейчас бидон даст нам все, чтобы мы там отбили этот сказочный регион, ну там быстренько все обработали, так сказать, чтобы вопросов не было, нету тела, нету дела, все почистили, тут бидон как раз к этому времени, так сказать, совпало, просто сдобрился, прислал различные палки, пулялки, тех опять изгнали, те, ой, тут радуется пидрушка, ура, мы отбили, спасли, тут целый массив, ура, ура, они ушли в другие регионы, тут в этом отбитом массиве, где уже как бы особо-то ничего не осталось, ротовое, оно такое разбитое, нам вот, смотрите, все лесные массивы со всех дырок шлют гульдины для строительства, ну, потому что я вчера рассказывал в ролике, что самое лучшее время и место для инвестирования, то есть, у вас много гульдина, вы думаете, куда их вложить, конечно же, нужно вкладывать туда, где идет величайшая, так сказать, трататуха, это самое безопасное вложение, самые лучшие инвестиции, ну, с риском там красной кнопочки с Алиэкспресс, это вот самое лучшее вкладывать, и вот все посчитали, что это действительно самое лучшее вложение, то есть, если вы увидели, где-то идет трататуха там сильнейшая, значит, именно туда надо там строить, магазины, еще там, что это в таком духе, ну, бесы-демоны так поступают, и многие поэтому ничего понять не могут, думают, так как же так, ну, как уже, еще трататуха идет, вы заметили, а по мерзости запустения Педрушка-Лэнцы, беспрерывно, 24 на 7, вещается информация, как будут отстраивать Педрушка-Лэн, еще трататуху не выиграли, вообще, еще непонятно, никакие там исходы, ничего, ну, так, если понимание общих лесных жителей, исход-то ее бесами-демонам известен не то, что заранее, это их план, они просто выполняют, там нет никакого исхода, там вообще есть просто выполнение плана, от точки А до точки Б, да и все, лесным жителям вещается, что постоянно не сама сейчас трататуха в большей части, а то, как Педрушка-Лэнди будет отстраиваться, кто сколько дал там миллиардов зеленых гульдинов, какая компания там, что будет строить, уже там планы рассматривать, ну, забыли там маленькую поправочку показать, или даже, наверное, забыли маленьким текстом написать, там написано, что это все будет, но без Педрушка-Лэнсов, Педрушка-Лэнсы в этом сказочном лесном строительстве и плане не предусмотрены, только на начальном этапе в виде там неких строителей может быть предусмотрены, а дальше чуть-чуть не предусмотрены, вот такая вот сказка, и по сути, ну, бесы и демоны настолько хитры, что своими же руками Педрушка-Лэнсы сейчас умножают себя на ноль, потом, будучи побежденными и поверженными, не понимая, они даже сейчас уже такие, не понимая этого, своими же руками они отстраивают, так сказать, вот этим захватническим, сказочным, лесным, невидимым силам халупы, да, при этом думают, что возрождают себя, а в это время бункерный продолжает на своем катке, ну, все к этому делу, к новой застройке, подготавливать, и идет вот такой вот интересный момент, по мерзости запустения рассказывают, там, ой, то, там, вот, санкции прилетят, там, это прилетят, а там, это, ну, как бы, баранчиком показывают фокусы, фокусы, и рассказывают стишок Александра Сергеевича Пушкина, наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками добичь, именно, наверное, из-за этого стихотворения, сейчас в Педрушка-Лэнде, и все, что, так сказать, кедровое, полностью запрещается, родов, они-то, грубо говоря, все одного потенциала, и неважно, на каком языке написано, там передается великий большой смысл, а если таких книжечек, ну, не будет, и особенно их читать никто не будет, развитие так идет, что, особенно молодежь, вообще, никакими там книжечками и стихотворениями тем более не интересуется, то их решили полностью изъять, ну, зачем какие-то смыслы, когда можно открыть какую-нибудь там сеть, и там, фокус-покус, своей опачкой потрясти, своими большими там глазами покрутить, вот, показать свой, так сказать, великий уровень настоящего Созидателя, Божественного творения, ну, каждый показывает тот, чем, как бы, гордиться, да, у кого-то там опочка является большим гордением, так сказать, а почему, ну, потому что два полужопия, они напоминают два полушария, можно так сказать, синонимы, да, вот, полужопия, полушария, вообще, было предусмотрено, что лесной житель пользуется, как бы, полушариями, ну, мозгового процессора, но в процессе эволюции, а если точнее сказать, деградации, немножечко концепция изменилась, тоже вроде два осталось, но только слово полушария поменялось на полужопия, а потом и думать оно начало, вот, тем последним, так сказать, полужопиями, у некоторых по-другому пошло развитие, вот природы, у них большие глаза, там, четвертый, там, пятый размер, и они думают, ну, что таким большим глазам, как говорится, простаивать, пропадать закрытыми от очей, и надо ими махать, крутить, показывать, а для этого есть специальные сети, и получается, опять же, два эти полушария ушли, так сказать, в два этих больших глаза, и там осуществляется этот мыслительный весь процесс, и постоянно там то реклама, то еще, что такого плана выходит, показывает, ну, какой интеллектуальный сегодня великий уровень величайшей цивилизации, ну, такая вот интересная тоже история, а демоны и бесы параллельно к этому времени все еще и зачищают, подчищают, ну, дед лапитеки долбят свою доску, и их не интересует никоим образом устройство кондиционера, ну, зачем дед лапитеку знать устройство кондиционера, это совершенно не для него, есть хозяин, он все знает, а дед лапитеки только остается лишь долбить, так сказать, оставаться дед лам долбящим, до тех пор, пока его лес полностью не вырубят, и долбить уже будет, собственно говоря, да и нечего, но это уже будет потом, сейчас дед лапитеки живут сегодняшним днем, никаких там планов, ничего, а вот у демонов и бесов планы от 50 лет, это самый минимальный срок, на который они вообще что-либо рассчитывают, но это просто так, ну, и как вы заметили, махнорылы, также живут очень-очень долго, они любят всякие там конструкторы, лего, могут там всякие детальки менять, если такой детальки нигде найти, не могут ее, можно где-нибудь поймать, и там достать, в общем, эту детальку, ну, то есть, все очень просто и лежит на виду, что сегодня еще у нас интересно в Педрушка Лэнди, многие кричат, что там какое-то освободительное идет сказочное лесное наступление, сейчас там радость наступит, все светное, и все возродится, и там кричат всякие пэры и мэры, ой, подождите, сейчас еще осталось, там день простоять и ночь продержаться, уже вас освобождают, а я немножечко другую картинку увижу, там тоже бабкам-шипотухам пару звоночков сделал, и бабки-шипотухи говорят, это не сказочный, что-то там оно как-то немножечко не так, более того, говорит, многие наши оловянные там всякие пластмассовые солдатики, ну там порешали вопросики и немножечко даже как бы могут чуть-чуть домой, как бы так поехать, пирожочки попечь, но когда ты едешь домой пирожочки попечь в большом количестве, то это значит, что на трататушечном поле особенько то ничего не планируется, вот как-то так оно получается, чуть-чуть не планируется, потому что поотправляли покушать пирожочки, но не всех, конечно, кто там хитрый заяц тоже побегается, но тем не менее, ну это то, что я вижу я, но мое мнение, оно абсолютно неправильно и вообще все, что я рассказываю на этом канале, это исключительно сказки, домыслы, вымыслы и фантастические истории, которые не имеют никакого отношения к реальности, все совпадения совершенно случайны, то есть это канал фантастических историй, вот такая вот интересная информация и сюда еще я добавлю следующий момент по поводу закрытия границ и прочих разных моментов, значит, основным также принципом является разрушение сказочных лесных семей, если трататуху достаточно затянуть и лесных жителей, особенно оловянных пластмассовых солдатиков никуда не выпускать, а семьи держать в дальних лесах, вот например, как в Польше и сказать, а если вы вдруг пересечете границу Педрушка-Лэнди, мы вас обратно уже не пустим к себе, вы останетесь в Педрушка-Лэнди, ну и они соответственно там уже почти полгода немножечко так осели, там кто-то квартирку снял, как-то прожился, кто-то работку нашел, им как бы уже терять не хочется, и получается, что жены, там дети, бабушки, они находятся за границей, приехать не могут, потому что их потом обратно не впустят, а их мужья играются в трататушечки, татай, вот они не видят свою семью полгода, многие вообще просто в режим не по тени переходят, и за это время происходят там различные внутренние процессы, психологические какие-то процессы, если это затянуть на годок, на два, начинают как бы семьи могут особенно не сильно крепкие посыпаться, ну там знаете, кто-то куда-то пошел погуляться, там жена где-то ходила, бродила, погулялась, муж куда-то ходил, бродил, погулялся, и вроде как так бы сяк, а семья разрушилась, ну то есть происходит самостоятельное такое вообще без какой-либо внешнего влияния, так скажем, разрушение института семьи, опять же, то, что интересно демонам и бесам, и прямым участником этого является, конечно же, Педрушка Лэнди, непосредственно Зеленый Педрушка, потому что он является воплотителем плана Махнарылых, ну на самом деле он конечно никакой не воплотитель, он просто, так сказать, речник, ну тот, кто держит речь, тот, кто просто зачитывает планы, его задача в основном уметь просто читать, приходит разнарядка, ему берет этот листик, он стоит возле зеркала, там кушает кусок содового торта, кривляется, принимает такое печальное, знаете, хрясало, ну как будто такой запор уже дня три, он сидит такой, блин, ну как же оно давит уже, ну не могу никак, так сказать, опорожнить душу, так выразиться, и вот такое хрясало, как скрутит, его показывает, он такой, пацаны, полный рот сопли, каждый день примерно так он вещает, я в принципе дословно передал его вещание, я не знаю, что он там вещает, но выглядит это именно так, хрясало всегда абсолютно печально, наверное, из-за того, что он, наверное, суккубиху свою послал туда, как говорится, в канавы, в траншеи, помогать пластмассовым оловянным солдатикам, а может быть, он не из-за этого печально, наверное, он не только суккубиху послал, а, наверное, и бастардов своих тоже отправил, туда тоже помогать, но он же там кричал, помните, еще до трататухи, педрушка хотел сразу и барышень, так сказать, переработать, он был и сдал закон, что всех барышень в ружье, еще до трататухи, но оно немножечко не зашло, так чуть-чуть там, и педрушка, как обычно, включил песню, что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе, ну, то есть, включил заднюю, как он обычно это и делает, но они там все еще и помимо этого и на заднем приводе, это само собой, иначе они не становятся никакими там царями, это у них обязательный обряд, как говорится, один раз, ну, ничего страшного, что ты будешь делать, такой просто обряд был, ну, то такое, ну, в общем, как-то, как-то, вот оно, так все происходит, тем более, педрушка любит снимать фильмы, он поддерживает все это, мой юный принц, вы знаете, выделил Гульдин, и потом там что-то переоформил, что это не он там выделил, другая какая-то там контора, ну, в общем, такое дело, ну, понятно, если ты что-то поддерживаешь, то ты, значит, должен, соответственно, разделять такие взгляды, это тебе близко, если ты снимаешь фильм про Задин Долбинов, ну, значит, ты пропагандируешь это, продвигаешь, показываешь, инвестируешь в это, Гульдин, там бюджеты целые, значит, тебе это очень интересно, то есть, ты поддерживаешь этот, этим интересуйся, потому что, с большой долей вероятности, 99,9, ты являешься таковым товарищем, других причин я и вижу, ну, и, конечно же, раз ты такое, ну, снимаешь, продвигаешь, соответственно, ты такое желаешь и своим карапетом, это обязательно, то есть, педрушка по факту мечтает, что пиво карапеты, именно, я тоже, там, один за один долбин, дядица начал, другой тятиться, то есть, в таком духе, для этого он даже снял фильм, каждый вечер, я уверен, он своим бастардами его включает, говорит, смотрите, это ваша папка проинвестировал, вот вы должны смотреть и поступать, как в этом фильме, потому что я это пропагандирую, я продвигаю на это гульдины, даю, двигаю эту тематику, более того, говорит, ваш папка вообще молоча, говорит, я разрешаю ходить теперь в старые электростанции, церкви, так называемые, и подписывать браки, ну, в бракованном изделии, там, дядица и тетица, говорит, вот вы скоро подрастете, пойдете и сможете, по-моему, так сказать, указу тоже, дядица и тетица, я для этого даже и закон принял, говорит, а в ближайшее время у нас начнутся, говорит, шествия всяких там товарищей, кто любит радугу, говорит, вот вы любите радугу, они такие, да, папка, любим радугу, говорит, я для этого все сделал, вот вам по флагу радужному, будете ходить на такие шествия тоже там дядица и тетица потому что ваш папка все это продвигает и сам таким тоже является ну потому что если продвигает что соответственно все это поддерживаешь вот такой вот интересный затейник ведительская литература таких затейников очень интересно характеризует говорит в общем прибыли они с далеких далее и могут быть мужем аки женой и женой аки мужем ибо двуполые они ну такая вот интересная информация ну а если немножечко как говорится не двуполые они то их там приспособят сейчас очень много различных там магических заклинаний есть смотрел картинки можно потом пойти немножечко порыгать 10 раз подряд там есть как так сказать и то и другое иногда знаете одно собачки отдали там другое пришили так сказать был штекер стала резетка ну очень много интересного видео и одного профессора там на картинке он себе наколдовал значит и штекер и резетку он такой видать массовик затейник потом взял этот штекер и сам себе в свою же резетку и всунул долго эту картинку рассматривал не мог никак понять у меня настал ступор мозгового процессора заклинили все контакты я посмотрел окошко думал тут ли я нахожусь на земле может сплю я может это какая-то альтернативная реальность я куда-то лечу но нет оказалось что до пришивают себе и резетки и штекеры и потом свои же штекеры засовывают в свои же резетки это очень очень так интересно конечно забавное дело и тут опять я вспомнил про ведическую литературу которая наглядно уже проявилась могут быть мужем аки женой и женой аки мужем ему ибо двуполы они то есть прихожу к выводу что ведическая литература действительно как бы не подошиблась во многих вопросах принесла некое истинное знание ну по крайней мере мои наблюдения об этом показывает кто там слабонервные вы захотите такие картинки увидеть которые рассказал вы сначала подготовьтесь потому что это относится к категории когда мне пишут сказочник а как мне теперь это разведите разведить будет сложно говорю сразу очень такое тяжелое потрясение поэтому можно и не разведите лучше и не видеть что потом не развиживать как-то вот такая информация ну вот такое друзья сегодня интересный ролик давайте теперь немножечко еще сказочных лесных новостей вам расскажу значит тут происходит очередная там встреча по зернышку из педрушка лэнди и там товарищи из британии великобритании бабушки и дедуськи все приближали это чё только там уркаган участвует мы тоже хотим помогать ну то есть знаете когда приближается холодная зима там не хватает зернышка всякие мышки крыски они начинают сбегаться ну и каждый зернышко хочет в свою норку затянуть потому что ну все он прекрасно крысачок этот понимает куда дует зимний ветерок зимняя вьюга зимой зернышко не растет ням-нямки мало поэтому нужно до зимы успеть затянуть зернышко а недавно я смотрел интересную передачу по мерзости запустения с некоторых пор смотрю сейчас смотрю исключительно каналы там хотя про животных не сильно особо люблю но там они есть так интересно поставлены и там показывали какую-то такую мышку она там прыгать забыл как называется будет короче мышка попрыгун и там полухомяк какой-то и в общем интересно он поступает сидит попрыгун хомяки наблюдают за другим хомяком один там брушит ну то есть трудится натягал себе в норку целую кучку всяких там живудей семян и тот ждет пока этот хомяк который все это натягал себе в зимнюю норку уйдет только тот хомяк ушел этот ленивый хомяк раз его в норку из той кучи быстро свою переносит чтоб не бродить по лесу ходить собирать он приходит уже так называемый прям в порт приплывает в норку и прям с порта с норки все тянет сразу себе готовая уже погруженная за щеки в барже и отправляет прям в свои гнезда так сказать и не надо ничего нигде собирать и не садить не косить все уже готовое за него сделал все другой хомяк поэтому сейчас таких вот мышек нарушек появится очень многое чем ближе к зиме тем больше помощников избавить педрушка лэнди от ее зернышко появится но я имею ввиду помочь вам помочь перевести я хотел сказать а то я бываю слова синонимы всякие путают знаете виталька попутает и там говоришь спинами по горбе банки в пауке виталька он всех попутал поэтому и я смотрю бываю частенько витальку он такой мастер и я постиг весь дзен так сказать и новый ниши современные иногда его смотрю для поднятия настроения поэтому сказать такие обороты приходят в голову как бы сказал виталька я не могу тебе сказать ничего кроме слов или мне нравится еще один наоборот никогда бы не подумал если бы не мозги ну тут с виталька я спорить не буду вот прописные истины он сказал тут как бы вообще вопроса у меня совершенно не возникает что у нас друзья интересно еще происходит тут я заметил что без и демоны начинают немножко там подгрызаться в процессе но это естественно ихняя сфера бытия вот например швейцария отказалась запаивать пластмассовых оловянных столбатиков из набора говорит солдатики бывают бракованы знаете этом некачественные выпустили ну заливали формочку да там например ногу не залили или руку и у тебя набор вроде солдатик был от его распаковал а там то руки нету ноги то ног то рук такой бракованный набор пластмассовых солдатиков и вот в швейцарии там есть какая-то такая мастерская где все это дело подлатают ну так сказать ремонтирует этих пластмассовых солдатиков чтоб набор опять пошел в строй ну и сегодня ничего то выступили говорят это мы не хотим ваших солдатиков немножко больше ремонтировать за бесплатно многие думают что бесы и демоны друг другу все там помогают как-то бесплатно делать на самом деле между ними есть договоренность просто не чем-то либо бартером либо там гульдинами на заднем плане так сказать поменялись и потом говорят мы делаем все совершенно бесплатно но на самом деле она немножечко не так там башь на башь как говорится дашь на дашь таком духе происходит но и видать пидрушка не то там не досыпал сделал крысь-крысь может еще одну там халупу за 8 лямов прикупил зеленый гульдинов и в общем на пластмассовых оловянных солдатиков чуть-чуть не хватило нету пластмасса сейчас не где поэтому вовремя не отстегнул не занес спортивного инвентаря чтоб швейцарцы тоже поддерживали спортивную нормальную форму не говорят а у нас все кончилось нема пластмассы чтоб их больше ремонтировать будешь поломанными бери поломанными и у гуляйся без культе а пока вот такая вот смешная интересная ситуация в этом на этом наверное в принципе друзья и все на сегодня я заканчиваю эту веселую смешную затейливую сказку еще раз напоминаю что на этом канале я никогда не противоречу никакой официальной информации на этом канале я всегда максимально поддерживаю любую официальную информацию и вообще не сообщаю здесь никакой информации потому что это канал домыслов вымыслов сказок и фантастических историй на этом канале я никогда не противоречу официальной информации я рассказываю сказки все совпадения на этом канале совершенно случайны и абсолютно не преднамерены это канал фантастических историй сказок я некий писатель фантаст я пишу фантастические рассказы просто у меня листика и ручки нету Сейчас вот я нахожусь, как бы, так сказать, в режиме ретирования из рая. И у меня нет ни ручки, ни карандашик. А я вот веду такую, так сказать, звуковую дорожку. Записываю свои сказки звуком. Но это исключительно сказки, домыслы, вымыслы, мои фантастические истории. К реальности это все не имеет никакого отношения. Ну, а я вам напоминаю, друзья, что не отступать и не сдаваться. Мы победим обязательно. Все зло будет повержено. Единственное, что требуется для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. А мы с вами делаем. И будем продолжать делать. И чем дальше это будет происходить, чем такого делания будет больше. И количество лесных жителей будет возрастать. Ну, наверное, до определенной какой-то рамки пока не прибудет так называемый калки-аватар. Меня вчера, кстати, спросили, говорит, сказочник, о чем он называется калки-аватар. Я как-то сам не задавался таким прям вопросом, не изучал происхождение этого имени. Честно, посмотрел в интернете, не нашел никаких объяснений. Но, наверное, слово калки от слова кали-юга, то есть кал, да, как бы кал, слово первое, тоже г какое-то, то есть эпоха такого г большого. И вот калки-аватар, это как раз такой товарищ, который, знаете, как осенизатор, приходит прочистить все вот эти трубы забившиеся, которые вот этим г все забилось. И, наверное, слово калки от слова вот как раз кали-юга первое. А ки, наверное, как я не знаю, там приходит и кием с бильярда по горбу, чтобы, в общем, как-то в себя пришли. Ну, наверное, вот как-то так. Это моя такая личная трактовка, которая только что пришла ко мне в мой нездоровый, так скажем, процессор сказочный. Ну, вот как-то так. В общем, друзья, не отступать и не сдаваться. Победа будет за нами. На канале этом только сказки, домыслы и вымыслы. Все совпадения совершенно случайны и абсолютно не преднамерены. Победа будет за нами. Всего вам доброго. Продолжение следует...